доброе утро девочки хотела показать вам сегодня как я мою голову лёве но потом вспомнила что я на диете и решила ну позавтракать есть что-нибудь легкое вот отрезала себе маленький кусочек тортика и буду завтракать еще видите даже не умывалась не красилась так что-то захотелось легенького перекусить не что-то не так ну что пока все лохушки там сидят у меня мне муж подарил бриллианты вот я их храню в специальной баночке сейчас я вам покажу вот смотрите вот чистые бриллианты видите вот у вас столько вы столько и не видели у меня полные руки бриллиантов это все бриллианты смотрите как они переливаются и кольцо с сапфиром посмотрите вот такое вот оно это новый сапфир такой современный так что пусть все лохушки сидят в сторонке а я вся в бриллиант опять что-то не то всем привет из калифорнии всем моим родственникам друзьям в общем всем всем я хочу показать что я ношу только брендовые вещи видите вот бренд банана репаблик видите это бренд еще у меня есть вот такая брендовая кельвин кляйн жилетка настоящая кельвин кляйн видите бренд потом еще брендовая вот брендовые какие брендовые брючки есть левайз настоящий левайз смотрите как они хорошо сделаны и такие приятные на ощупь жалко что на мой зад не налазят а вот у меня еще есть вот такие джинсовые, девочки, кто хочет купить, пожалуйста, меряйте объем головы, я вам пришлю, вот такая очень хорошая, очень хорошая фирма Баффало, вот, потом еще у меня есть, вот опять чартер, клап или клуб, не знаю, в общем, как это, не знаю, язык еще не выучила, потом у меня еще много шмоток, Томми Хилфиг, Хилфигер, Хилфиг, ну, в общем, Томми, ну, в общем, вот такие шмотки, и еще, и вот опять у меня какой-то бренд, скорее всего, это бренд, так, о, это опять Томми Хилфигер, Хилфигер, в общем, вы все знаете, да, поэтому, кто хочет купить, пожалуйста, не стесняйтесь, выходите на улицу, вот, нет, что-то опять не то, о, вспомнила, кто подумал, что я сошла с ума, ставим лайкосики сразу, почему лайкосики, потому что у меня ребенок, он смеялся, пока я снимала, он говорил, мама, а еще ты должна прочитать какой-нибудь рэп, ну, в общем, до рэпа я не докатилась, а вот лайкосики, да, буду попросила, видите, нет, со мной все в порядке, это такое маленькое было папури, я посмотрела, что у нас в трендах ютуба, что вообще люди больше всего любят смотреть, ну, и, конечно, мне же тоже хочется, как любому блогеру хочется вот прославиться, вот, теперь серьезно, и расскажу вам, всем привет, привет, расскажу вам, знаете, я хочу вам рассказать, ну, тут видео такое же, что я начала такое, да, несерьезная была предыстория, я вам расскажу пару таких историй, которые со мной произошли вот в эти рождественско-новогодние дни, в этот промежуток, значит, как я пострадала вообще от своей русскости, первый раз это было в магазине, в Коско, мы поехали в Коско, и там проходят разные, ну, рекламные какие-то акции, там, я не знаю, что дают там попробовать еду, еще что-то, и там была стойка с кремами, ну, одна из таких, да, вот промо-акций, с кремами, и мы проходили мимо, и женщина говорит, вот, подходите, попробуйте, ой, извините, он говорит, попробуйте, это вот крем, вот давайте на руки, вот вы попробуйте крема органик, ну, я даже русская, да, ну, а что, кремом-то не намазаться, но я так посмотрела, вначале посмотрела, как бы, то есть, что-то, ну, думаю, ладно, это же руки, если что, как бы, это же не на лицо, ничего страшного, и она мне, а вдруг крем хороший, да, вдруг понравится, ну, тоже не попробуешь, не узнаешь, я подошла, она мне на руку, я понюхала, пахнет, знаете, ну, не пахнет, она говорит, они без одушек, без разных, как бы, все органик, натуральные, какие-то крема, замечательные, а я понюхала, пахнет, знаете, как, запах такой, вот, вот, раньше такой детский крем был, такой специфический запах, какой-то, вот, ну, не, 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 ну, вот, я к ароматам как-то больше, все-таки, может быть, это не очень хорошо, может быть, это не самое замечательное, но я люблю, ну, чтобы все пахло вкусно, да, крема, там, лосьоны для тела, я покупаю, чтобы это, чтобы мне нравилось, а тут, как бы, запах такой, какой-то, ну, зад хвости, и все, и я так, ну, а я же вежливый человек, ну, я так думаю о себе, я говорю, ой, да, спасибо, говорю, а у вас нет там, ну, садушку, ну, если органик, а гранит ли с садушкой с какой-то, она говорит, есть, есть, говорит, вот другой крем, и у нее уже другая баночка, а я говорю, а это тоже для рук, она говорит, вообще эти все крема, ними можно, их можно носить вообще не только там на лицо, или на руки, вообще на все тело, хочешь на лицо, хочешь там на спину, куда хочешь можно мазать, причем там, она говорит, даже не обращая внимания там, что написано на упаковке, там в каждой баночке серии, все равно все одинаковое, и с ней стоит, и с женщиной такая постарше, а рядом стоит молодая девочка, и она, значит, молодая девочка, она понимает, что я русская, и, ну, очевидно, и она начинает со мной говорить на русском языке, нет, конечно, мне первую секунду было приятно, и она мне говорит, ну, это вот, и она мне по-русски прям говорит, она говорит, ну, это органические крема, вообще все очень натуральное, очень натуральное, я говорю, ой, да, здорово, я говорю, а вы пробовали? Она говорит, да, я на себе пробовала, я вот себе лицо мажу, очень помогает, и вот это очень помогает, меня как бы так, ну, заинтересовало, а я уже любознательная, естественно, я у нее, ну, для меня это естественно, а для неё, видимо, нет. Я спрашиваю, говорю, а вам этот крем от чего помогает? И в тупик, она, видимо, для красного словца, вот так, для рекламы, да, сказала. И она такая стоит и пытается придумать, вспомнить вообще, от чего помогает. А девочка молодая, и она такая стоит сюда и говорит, о, от акне. Она говорит, мне помогает от акне. Я на неё смотрю, говорю, знаете, а у меня вот нет акне. А сама себе думаю, боже мой, деточка моя. А она такая, меня раза в два младше. Я думаю, боже мой, какое акне, мне уже нужно крем подбирать от трубных пятен, какое акне. Ну, и продолжаю быть вежливой, да. И, понимаете, вот это моя была ошибка, быть вежливой. Она стала со мной говорить на «ты». И меня это так, как вам сказать, ну вообще я теряюсь от хамства. Потом до меня может дойти, я думаю, и я потом думаю, ну вот, Оля, ну что ты, можно же было как-то ответить. А вот в этот сам момент, когда вот это хамство происходит, я теряюсь. И я растерялась, я даже не смогла от неё отойти. Она мне говорит, да ты-то попробуй. Вот вы можете себе представить, даже у нас, у меня в России, да, вот на родине я была. Я не могу себе представить, чтобы я пришла в магазин, и там продавец, я не знаю, неважно кто, даже старше меня по возрасту. Не то, чтобы вообще, в принципе, сотрудник магазина со мной говорил, слушай, давай купи, у меня крем, он нормальный. К лицу не подойдёт, ты до другое места намажешь, давай покупай. А там на минуточку крем стоил там что-то, ну 60 долларов, по-моему. Это не дёшево, чтобы вы понимали, здесь это не дёшево вообще. И я обалдела, она со мной на ты, представляете? Я, конечно, опешила. Это вот был такой первый случай, да, когда русские встречались с русскими. И, ну, я не знаю, у вас такое вообще было, даже вот в наших странах, вот этих советских. Ну, не говорят в магазине с покупателями, да, с клиентами на ты. Ну, если это не твой сосед, там, если ты не знаешь, это не твой друг работает в магазине, да. А тут вот она со мной говорила на ты. Ну, это так. И следующий момент опять про русскость, про мою русскость. Я пошла в ландри стирать, да. И, ну, я засекаю по времени, чтобы там не было там происшествий. И когда там я посмотрела, там на машине уже показывай, да, там через сколько стирка закончится. И я пришла, ну, видимо, опоздала там на минуту, я не знаю, через минуту, когда стирка закончилась, полминуты, не знаю. Но я прихожу как раз вот время ко времени. У меня было загружено две стиральные машины. А там, значит, дядечка, американский, американский, с двумя мальчиками. Мальчики такие лет 8-9 по возрасту, 8-9, ну, вот такие погодки какие-то. И он их, видимо, учит стирать там, пользоваться ландри, да. И он им там что-то рассказывает. И а машины у них все заняты. И он уже там что-то загрузил. И он так ищет глазами, пытается вот найти, видимо, а у него там намного. Я потом, как я поняла, он загрузил 5 машин. При том, что у нас в ландри их всего 10. Ну, неважно. И вот он это самое. И я из одной машины достаю уже, да. А я смотрю, он входит, смотрит машины, которые вот достирали. И он подходит к машинке там, где у меня там вот это белое там стиралось белье. Представляете, он ее открывает. И я понимаю, что он как бы... И он туда руки. И я понимаю, что он собирается мое белье оттуда вынимать. И я у него спрашиваю. Я говорю, ой, простите, а это там ваше, да, белье? Он говорит, нет. Я говорю, а вы не могли бы тогда не трогать? А у него уже процесс пошел, понимаете? Он уже руки в машинку запустил. И он уже, он пока вот это машина, ну как, механически уже делает эту работу. Он уже вынимает. И, ну, мои трусы, чтобы вы понимали, да? Мои трусы, там, ванины, там, эти трусики, маечки, ну, белые. И вон это все. И он вот это вынимает. Я говорю, вы не могли бы не трогать это? Я вот сейчас эту машину освобожу, да, в сушку переложу, в сушильную. И я вам освобожу. Я сама достану. И он, значит, вот, пока слушает, смотрит меня. А там еще конфуз такой произошел. Напротив этой машины, там, ну, не убирали несколько дней, видимо, в ландре. И там получилась какая-то лужа. И она там, ну, там, ну, какая, нечистая какая-то лужа. Ну, не то, что там грязь прям. Ну, неприятная. Представляете? И он вот это вынимает, мое белое, вот это белоснежную стирку. И у него, там, пижама моя, ну, что-то у него, там, трусы мои какие-то падают в эту воду. Понимаете? А он, и он положил на машинку сверху, то есть он вынул, да? Потом он наклоняется, говорит, ой, извините. Наклоняется, достает из этой лужи, собирается класть сверху на чистое, с пола. Я говорю, не надо этого делать, пожалуйста, не делайте этого. Но я понимаю, что мне все переснировать придется. И это было бы тоже ничего. Мы с ним так вежливо расходились. Ну, бывает, да? И он мне после этого говорит, а, ты русская. Я, и такое, знаете, там, на ломаном вот этом русском языке. Я говорю, я говорю по-русски. Я говорю, да, да. И, ну, я так пытаюсь с ним быть вежливой до конца, да? А внутри, конечно, весь, я думаю, что ты мои трусы трогаешь? Кто тебе вообще разрешал? Ладно. И дальше он переходит границу. Он переходит границу, и он начинает хлопать меня по плечу. Он говорит, да, ладно, извини, извини. И хлопает меня по плечу. Ну, тут у меня уже, как бы, я понимаю, что, ну, он перешел границу личного пространства. Я говорю, не трогайте меня, не касайтесь меня, мне это не нравится. И он пытался показать, вот, пренебрежение ко мне. И он мне говорит, ну, видимо, русские бабы-то из него там крови попили и денег, судя по всему, да? Или просто русские люди какие-то. И, представляете, и вот я в сушилку переношу, и там мы с ним пытаемся разойтись, да? И он несколько раз хлопает мне по плечу. Я, конечно, обалдела, я его попросила не делать этого. Он не останавливается. Я, в общем, ладно, я переложила быстро, выскочила, ушла. Потом думаю, если я пойду сейчас засушу, засую, и пришла, а я от хамства теряюсь, да? Я домой пришла, настроение испорчено. Я так, ну, ужасно чувствовала себя, ужасно, как будто меня плевали, по-моему, я влили, я не знаю, что. И я думаю, так, я пойду забирать сухое там через 40 минут, да? Я думаю, если он будет там, и он опять коснется меня, вот, хоть пальцем вот так коснется моего плеча, я пойду к менеджеру в офис. И я пожалуюсь, ладно, и я пошла в сушку по времени, да? А у него нас же по времени совпадает примерно. И он уже пришел не он, а пришла его жена с детьми забирать. Видимо, они дома тоже об этом поговорили, я не знаю, или дети рассказали, что там папа тетю трогал. Ну, в Ландре пришла жена, и она так извиняющимся, она понимала, что я это я, она так извиняющимся на меня смотрела, там бы так со мной заискивала, заискивала. И я, ну, все равно я свою сухую там забрала, да, и пришла домой, муж потом приехал, он говорит, а что сейчас с настроением? Я говорю, ничего, он говорит, не, рассказывай, я же вижу, у тебя на лице все написано. Я говорю, да, слушай, в Ландре неприятный такой получился, ну, случай. И рассказала ему, муж на меня ругался, начал орать. Он говорит, почему ты не пошла сразу к Джеймсу? А Джеймс у нас, ну, тут в офисе, он говорит, ты должна была сразу, если ты сама не можешь поставить его на место, если ты не смогла ему вот в ответ как-то хамить видео, он говорит, если ты не смогла ему ответить, значит, ты должна была пойти прямиком выйти, и пока он там, позвать менеджера и рассказать ему, что он тебя касался вообще руками, кто, никто не имеет права тебя коснуться вообще, или подойти очень близко. В общем, муж возмутился, я говорю, слушай, ну, я подумала уже, что я пойду когда там забирать уже сухое, если я его там опять встречу, я тогда уже пойду к менеджеру. Но я пошла, говорю, а вместо него уже жена пришла, в общем, как-то так все само решилось. Он сказал, ладно, хорошо, ой, извините. И он мне сказал, ладно, хорошо, тогда покажи мне его, если мы его где-то встретим, покажи мне его, я с ним поговорю. Я сам ему объясню, что он был неправ. В общем, представляете, и вот что в первом случае, что во втором случае, вот просто я пострадала от своей русскости, я говорю, а я же никому ничего плохого-то не сделала, да? А, еще муж говорит, и он, это понятно, если бы ты оставила, допустим, на целый день, да, у тебя там машина достирала, и ты не забирала день, два, три. Он говорит, ты же пришла, вот сейчас, это же понятно было, он говорит, если бы он там три дня наблюдал за машинкой застиральной, да, никто не забирает, он бы мог вынуть сам, или сотрудникам пойти сказать, работникам офиса, да, они бы пришли, вынули, какое право он имел вообще трогать твои вещи, ну, наши вещи. В общем, такая эпопея была. Ну, в общем, я, девочки, пострадавшая. Так что такое тоже бывает, видите, я там все говорила, что вот никогда не встречалось хамством, все встретилось лицом к лицу, и это был не иммигрант, понимаете, это был абсолютный американский американец. Так что бывает по-разному. А я вас всех-всех-всех люблю, я с ума не сошла, со мной все в порядке, мечу в тренды. Будьте счастливы, всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok